С появлением на территории области штамма «Омикрон» количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем – полторы-две тысячи. И это только из выявленных. Новая разновидность ковида не щадит и подростков. Как следствие, один за другим учебные заведения переводят на удаленку, да и детские сады отправляют на карантин. Этот штамм вошел очень быстро, стремительно. В основной массой он проходит как у РУИ. И самое интересное, что сворачивается он в течение недели. То есть вот этих вот привычных нам при РУИ трех-четырех дней. Ну, штамм «Омикрон» умеет свою тропность укрепляться в бронхах, в бронхиальном дереве, в носоглотке. И дети наиболее подвержены, у них особенности есть строение, вот это вдыхание. Вот почти в три раза увеличилось количество госпитализированных детей. Вот. Слава Богу, на настоящий момент тяжелых, крайне тяжелых детей вот с этой «Омикронской формы» мы не имеем. Как и в случае со взрослыми, наиболее эффективным способом защиты от коронавируса и тяжелого течения болезни медики называют прививку. Саратовская область оказалась в числе первых российских регионов, где приступили к вакцинации подростков. Прививка исключительно добровольная и с согласия родителей, заявляют в региональном Минздраве. Это разработанная вакцина, которая прошла соответствующее одобрение Министерства здравоохранения. И мы рекомендуем эту вакцину для того, чтобы укрепить свой иммунитет, получить иммунитет с заболеванием от коронавируса. Поступило около двух тысяч вакцин, и более 700 подростков уже привились на территорию Саратовской области. Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции проводится вакциной «Спутник М», в которой антигенная нагрузка в пять раз ниже, чем во взрослом варианте этой вакцины «Спутник Ви». Подлежат вакцинации дети от 12 до 17 лет. С 15 лет подросток уже сам принимает решение. Кириллу 17, и свой выбор он сделал. Много кто болеет, поэтому сам начался. Дам ковид вак М. М. М означает малое количество просто тех же тел. Почувствовала? Нет. Подключай рукавчик. Ко мне бочком немножко. Вот так, хорошо, держи. Не страшно? Да, мне не страшно. Вот молодец. Рядом с Кириллом его младший брат Ярослав. Говорит, что в классе он пока первый, кто решился на прививку. В моем классе половина болеет, из-за этого они не идут прививаться, потому что надо подождать. Мы можем спокойно в транспорте ездить. Правда, с маской, но спокойно, без страха заразиться. Приглашение там, да, ты стоишь внизу, на вторую вакцинацию. А вторая вакцинация когда теперь? 21 день. Ага. Так же, как у взрослых, тот же спутник ВИИ, только, как говорится, послабее. Спасибо. Вашли этот тоже взрослый почти, хотели его еще лайтом, говорит, нет, пока не положено. Но ждали детскую, детская вышла, вот записались, пришли. Мы с мужем привиты, мы уже с мужем ревакцинацию сделали. В прошлом году у меня муж переболел очень так серьезный, поэтому не хотим повторений и, в общем-то, решили привиться. Наталья привела сына в поликлинику на плановый осмотр, а прививки для ребенка она не думает. Говорит, что в их семье никто не ставил вакцину и при этом никто еще ни разу не болел. Я, к сожалению, может быть, и к счастью против детских прививок вообще, и тем более против прививки от коронавируса, потому что прививка не проверенная, и нас она не спасает на 100%. Я считаю, что прививку всем делать нельзя. Это дети, вдруг это будет какое-то осложнение потом, нет, я против. Вакцина переносится достаточно хорошо, могут наблюдаться кратковременные явления в виде слабости, неприятных ощущений в месте укола, в виде температуры, но все эти явления достаточно быстро оккупируются в течение суток. Темпы вакцинации подростков, увы, невысоки. Сказывается принцип добровольности и активная антипрививочная кампания в интернете. Ее апологетов не смущает статистика по заболевшим и что подростки – одни из активных переносчиков короны. Вы у меня ответственны на вопрос, а для чего вы детей вакцинируете? Для каких целей? Для чего? Для того, чтобы они не болели, не заболевали, не умирали. Детей за два года от ковида по России умерло 350 человек всего лишь навсего, при учете того, что от инфекционных заболеваний ежегодно умирает около 800 детей. Причем все эти дети, которые умерли, это не мое заявление, это заявление официальных лиц, дети были с патологиями, достаточно серьезными. Я мама многодетная, у меня трое детей. 15 лет у меня дочери. У нас календарь прививок полностью весь, дети все вакцинированные, но новые вот эти спутники мы как бы тоже, я не планирую провивать детей. Как это будет влиять там через 5-10 лет на наших детей, на потомство, вообще на человечество, то есть я считаю, что она экспериментальная. Колоть детей на сегодняшний день этим препаратом мне страшно. Вот лично своих детей я колоть не буду, потому что я на сегодняшний день не доверяю. Для того, чтобы ставить вакцину, нужно быть уверенным. Есть у нас вакцины, которые проверены годами, полимелит, БЦЖ, АКДС и так далее. И им можно доверять. Этой вакцине пока я не доверяю. Субтитры создавал DimaTorzok